Найдем явную формулу для Ленна и числа Фитбандача. Ну, на всякий случай, пусть φ0 равно 0, φ1 и φ2 — это единицы, а каждое следующее, φ1 — это φn плюс первое, это φ1. Такое стандартное определение числа Фитбандача. Начинаем с двух единиц, первой и второй член, кажутся следующая сумма, предыдущая. В терминах матрицы можно так написать. Возьмем столбец, φ1, φ1 и посмотрим, как записать эту формулу, чтобы получался столбец, φ1, φ2. Очень просто. Если вы умножите строчку на столбец, то получаете φ1, а какую строчку вы скажете, получаете φ2. Отлично. Значит, нас интересует матрица А, равная 0,1,1,1. Точнее, не она, а ее н-ность. Если немножко подумаете, то поймете, что н-ная степень, ну, просто н-ность, если угодно, это такая шага, φ1 минус первое, φ1, 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 φ1. Кстати, для любителей должностей, определитель матрицы А — это минус единица. определитель матрицы А — это φ минус первое умножить на φ плюс первое, минус φ в квадрате. Такое знаменитое, одно из самых-самых-самых главных равенств, которым удовлетворяют матчи с Афбоначи. Это будет минус 1 в степени. Если умножаете так и минус, так, это будет минус 1 в степени меня. Так вот, найдем явную формулу. Для этого, помня о формуле Комельтона-Герри, мы что должны сделать? Мы должны посчитать характеристические многочления. То есть из лямбды умножить на нижнюю матрицу, вычистить эту самую матрицу А, получается лямбда минус 1, минус 1, лямбда минус 1. Ну, как положено у матрицы размером 2 на 2 вычистить. Вычистить определитель, то есть в предъявлении вот этих, минус минус 1 на минус 1, плюс минус 1. Получается лямбда квадратная нижнюю матрица минус 1. У этого выражение 2 корня, это золотое исключение 1, минус 2,5, и распоряженное число 1, минус 3,5. То есть два разных собственных значения в нашей матрице. И поэтому мы всего лишь должны провести многочлены первой степени, которая принимает нужные нам значения в точках лямбда 1 и лямбда 2. Ну, каким образом по интеграционной формулы Гранша это делается? Надо просто подобрать такие числа, как 1 и k2, чтобы в точке лямбда 1 значение равнялось лямбда 1 с 3,5. Вот смотрите, если сюда вместо x подставляет лямбда 1, то здесь будет вообще 0, а здесь будет лямбда 1 минус лямбда 2, то есть корень излитит. Значит, вот он вратил. Лямбда 1 с 3,5 это должно быть k2, и он должен быть корень излитит. Ну, и соответственно, если вместо x подставляет лямбда 2, то здесь будет 0, а там и минус 0, и теперь нашли. Отлично. Значит, k1, k2, ну, нашли. И поэтому у нас есть формула для степени, для n-ной степени малицы 2. Ну, вот я уже сразу выписал, это у нас k1, это у нас k2. А вот артия бельмена. Ну, заметьте, пожалуйста, на самом деле меня не интересуют все 4 бельмена, потому что, собственно говоря, это есть число Фибоначчи с разными номерами. Давайте я внимательно посмотрю, например, вот на этом месте. Здесь стоит n-ное число Фибоначчи. Как оно получается? Тогда вот сюда не надо смотреть, потому что это была единичная матрица, да, то есть лямбда 2, это имеется в виду, лямбда 2 на единичную матрицу. Надо посмотреть, что у матрицы а вот там есть, единица вот там есть. Значит, надо взять вот это число с минусом, да, вот на место минусом, и здесь, соответственно, плюсом получили такую формулу. А это и есть знаменитая формула бельмена. Обратите внимание, мы не вычисляли собственные векторы. Ну, вообще, конечно, полезно для того, чтобы, в принципе, привыкли к лиминалу, не прям посмотреть, какие там векторы, как все это так, но это не нужно. Вычислять собственные векторы не обязательно. Вот мы сейчас их не вычисляли, а ответ все равно получили.